Привет, это Даша. Здравствуйте, я Лидия. Сегодня анкетное видео об... Как его биратники называются? Вообще, я взяла у Ольги Барнак этот... Эти вопросы, но в самый первый раз они были на другом канале. Ссылки все внизу, как всегда. Начинаем. Как всегда, значит, я и озвучиваю, и ответствую. А я потом вякаю что-нибудь. Да, нет. Что является главным для тебя при выборе книги? Обложка, популярна авторозовых критиков, рецензии буктюберов, друзей, сверстников, фильм, снятый по книге «Настроение» и т.п. Настроение и т.п. Потому что по обложке я никогда не выбираю, и немножко меня сдачат люди, которые именно по обложке индируются. Я более того, слышала немножко, трекусь от темы, такой отзыв на одного из писателей. Я никогда не читала книги, потому что мне не нравились его обложке. Я усомнилась в умственной полноценности человека. То есть я выбираю по настроению, но на самом деле-то книги меня выбирают, потому что если говорить о походах в магазин, то они вот прям, я не знаю, почему на них обращаю внимание, они вот прям как-то залгут изнутри. Я беру книгу в руки, понимаю, что она не зря меня позвала. Вот так я и выбираю там. Ну и я, в принципе, так же. Ну и сейчас книги, так сказать, типа электронных, там уж учитываем... Ну, кстати, маме я книжки скачиваю электронные именно по рекомендациям видеоблогеров книжных. А раньше как-то я никогда не обращала внимания ни на критиков. А ну, все я вообще не читаю. Так, вопрос с тобой, автор книги. Интересуешься ли ты биографией, историей написания книги, другими работами данного автора и вызовами критиков о нем? Я всегда считаю, что лучше всего книга ложится на чистый лист разума. Лучше ничего о книге не знать, хотя обычно я люблю знакомиться с кухней, чего-либо, но вот именно до прочтения книги я предпочитаю, ничего о ней не знать ни об авторе, ни о чем другом. Вот после можно. Да, я тоже люблю. Непременно, как это, что, откуда это взялось. А уж критиков-то я и в жизни не читала, и читать не забываюсь. Просто третьим. Бэкграунд книги. Интересуешься ли достоверность событий, описанных в книге, что вызвало написание книги автором и так далее, или не заморачиваешься? То же самое. Все это потом, да и то в процессе чтения много чего можно догадаться об авторе и так, без узнаваний. Это да, и я. Того же мнения, и я. Это мы с тебя не видим. Вопрос четвертый. Сюжет. Что наиболее предпочтительно для сюжета? Экшн, романтика, детальная проработка, психология персонажей, нравоучительность и там, по-моему, та умная. Слово забыла. Солянка, да? Солянка. Блюдо, куда все подряд кидается. Солянка. То есть все это вместе. Ну, в общем-то и я. А вообще, знаете, я принадлежу к числу таких людей, которые... Вот Лукьянь как-то сказала, что в хорошей книге должен быть непременно главный злодей, и у главного героя должны быть как плохие, так и хорошие стороны. Вот я отмечаю для себя, что мне не нравится, ну, потому что, понимаете, не производят впечатления в тех книгах, где нет главного никотинного персонажа. Но я их не люблю. Я их боюсь. Да, но без них книга не так скучна. Не так интересна. Аху-то без большого злодейственного телена. Ну, хоть какое-то должно быть. Ну, хоть чуть-чуть. Вспомни Хили в «Прислуги». Ну, так она, конечно. Без нее это было бы как-то не так интересно и волнующе. Ну, как-то главное... Читатель должен кому-то испытывать негативные эмоции. Так, стиль. Твои предпочтения при оценке стиля автора. Красота языка, обилие сравнений, поэтичность в описании героев и всякое такое, или все это не имеет значения в сравнении с поворотами сюжета? Все это не имеет значения по сравнению с переводами... Ну, в общем, понятно. Нет, для меня есть... Хотя, безусловно, все это важно, потому что даже самым интересным сюжетом, если язык скуден и беден, то, конечно, как бы не был сюжет, ты просто не сможешь это читать. Безусловно. Поэтому для меня язык тоже... Это как суп без соли. Да. Так, жанр. Твои жанровые предпочтения? Исторический роман. Ну, я не особо... Как? А, Кунин? А, ну да. Это же исторический роман. Ну да, ну да. Ну и плюс мои любименькие детективы, конечно, самое-самое... Да и... Чуть-чуть плен, это типа... Мне еще нравится Сесиль Ахрам, но я даже теряюсь. Я не знаю, к какому жанру ее причислить. Я вообще не люблю деление книг на жанры. Это как-то... Как идет, так и нет. Из-за этого люди не читали действительно хорошие книги. Потому что у меня бывало не раз, что я советовала человеку прочитать какую-то определенную книгу, и нет, человек отвечал, нет, я не читаю этот жанр. Поэтому я не люблю деление на жанры. Ну, пусть ему будет хуже. Кому это было? Так, кульминация и развязка. Лучший вариант окончания для тебя? ХПН, драма, незавершенность? Мне нравится незавершенность в пределах разумного. Ну и, конечно, я поклонница ХПН. Я тоже. Как вот, Калин Дедуна, сейчас я прочитала несколько вещей, когда он опускает вообще до дна, такое все, все разрушено, все. А потом тынь, и ХПН, тынь, и сердце радуется. Настроение, созданная книга. Важно ли тебя плакать или смеяться? Грустить или надеяться вместе с героями? Или лучше, когда воспринимаешь героя как-то издалека, без личности? Это для меня безумно важно. Это просто на первом месте. Я, если я не испытываю эмоции во время чтения художественного произведения, книга просто бесполезна. Она не выполняет свои цели. Она... Она... Смысл ее существования теряется. Будить. Да. То есть... Угаражить. Я хочу привести в пример. Забыла. Элис Сибл написала «Милые кости». Она написала книгу «Какая-то полуночная луна», там, где родная дочь бывает, мать. Я на Live Libby не видела, пожалуй, ни одного положительного отзыва на эту книгу. Мой был единственным. И знаете почему? Потому что я очень сильно... Очень сильные эмоции испытывала по отношению к главному персонажу. Очень сильные. И только за одну элит я уже поставила пять звезд. Ну, в нее так выписан был персонаж. Гениально был выписан персонаж. И поэтому... Как уж, чтобы без личности? Конечно, с каждой книгой переживаешь вместе со всеми героями. Это только инструкция. И это хорошо. Безусловно. Это, кстати, в стиральной машине можно читать без личности. Да и то какие-то эмоции испытывала. Да, понятно-непонятно. А иначе это что? Так, музыка. Возникает ли при чтении музыкальный или сотовый ассоциаций? Может ли быть книга какого-то цвета? Или при чтении звучит конкретно музыка? Иллюстрации? Имеет ли значение? Помогает ли, мешает при чтении? Вообще, кстати, чтение – это единственный процесс, который не сопровождает музыка. Я ее всегда читаю в тишине. Либо это может быть классика, но очень редко, по-моему, за всю жизнь я только раз и два под музыку читала. И когда я читаю, у меня музыкальные ассоциации не возникают. И полностью там, внутри книги. И зачем мне что-то постороннее? Безусловно. Только мешать будет. Да, так же, как и цвета какого-то книга. То есть, ну что, ты живешь с ними, ты их представляешь, они выписаны, вот они в свете все, с окружающими. А как иначе-то? Ну, без музыки, конечно. Ну и последний вопрос. Не художественники, что предпочитаешь? Биография, автобиография, письма, дневники, размышления. И почему? Можно глазками, зырками поглядеть. Не письма, не дневники, размышления так-сяк. А вот биографии, автобиографии я люблю очень. Мне кажется, они более показательные, чем исторические даже очки. Потому что человек пропускает через себя. Все, ну ты, я знаю, не любишь биографию. Ну, я предпочитаю биографии, автобиографии, дневникам и письмам. А я и вовсе... А размышления редко бывают, выписаны достаточно любопытно. Это... Нет, все-таки... Слишком где-то там. Да, слишком где-то там. Не мое. Ну и все на этом. Все. Пока. До скорых книг.